Но я долго сомневался, надо ли идти, не надо. Да, ты же не сразу решился, у нас еще переписка долгая какая-то была. Я основательно подхожу всегда и заранее. То есть изучаешь вопрос? Да, да, да. Мне надо было понять, ну, вообще, мое, не мое, интересно мне будет, не интересно мне будет. То есть я не готов был и много платить, но и информации хотел получить достаточно для того, чтобы понять, надо мне это или не надо, мое, не мое. Ну, вообще, по вот этим критериям я как бы понял, что вот школа сурового практика, она подходит больше всего. Алексей. Да. Ты прошел обучение в школе сурового практика. Прошел. Да, расскажи, какой черт тебя туда понес? Ну, дизайном интересовался давно, нравилось, но вообще не знал, как он делается, из каких соображений, да, почему. Так, ну, то есть он разный не нравился, и графический, и дизайн интерьеров, и архитектура, и прочее. Все. Когда делал ремонт у себя, начал делать у себя дома ремонт, ну, и там, раньше у родителей там, дом, дача. Все хотелось привести в порядок, чтобы это радовало глаз, но на самом деле. А сам когда сделал, не радовало? Ну, когда люди делали, то есть я сам еще не сделал, то есть я сначала пошел учиться, и потом уже думал, что надо, ну, надо как-то делать правильно. Короче, ты заинтересовался дизайном. Да, я заинтересовался дизайном, и начал искать, где я могу получить знания. А ты кто по профессии, давай так. Я по профессии инженер, механик, вот, работаю в машиностроении, руководитель проектов машиностроительных. То есть занимался все время, значит, производством, ну, проектированием, производством, монтажом. Сколько лет, опыт? Ну, 9 с лишним, ну, почти 40 лет, да. И вот заинтересовался дизайном. Да, ну, интересовался давно, что-то творческое все время было, я не знал, ну, как бы, куда деть, как применить. Ну, то есть я его чувствовал. А завод это, в основном, ну, железки там. Железки, завод, завод, железки, в общем, там, ну, стройки иногда там. Ну, понятно, вот ты, в общем, искал. Не хватило. Наверняка читал что-то, наверняка что-то смотрел. Были сайты, по которым я лазил. Давай рассказывай. Да, это там, можно это назвать. То есть это AD House и In My Room, ну, вот это прочее. Я просто смотрел по аналогам, вот, ну, как бы я хотел, что мне нравилось, ну, сохранял картинки и все прочее. И потом я не мог понять, как вот люди приходят вот к такой красоте. То есть я не понимал, что там есть, да, цвета, что. Не понимал, почему именно картина вот эта висит здесь, там, или ковер. В общем, стул видишь красивый, где купить, понятно. Диван видишь красивый, где купить, понятно. Как соединить. Да, непонятно. То есть и вот в этом была яма очень большая. И, кстати, на одном из сайтов, я, кстати, на Хаусе, по-моему, я ваши проекты видел. Я еще так подумал, о, тут классно, тут классно, там стою, о, так это типа из Екатеринбурга. Все. И, ну, на сайт зашел, посмотрел, там вот как раз увидел о курсах, наверное, вот так, наверное. Но я долго сомневался, надо ли идти, не надо. Да, ты же не сразу решился, там, у нас еще переписка долгая какая-то была. Ну, я там, ну, я вообще, я основательно подхожу всегда и заранее. То есть изучаешь вопрос? Да, да, да. То есть я смотрел, значит… Ну-ка давай тогда, что еще смотрел? Я смотрел архитектурную академию нашего людей, государственную. Там у них год переквалификации, да? Ну, примерно, да, примерно год. Так, что еще смотрел? В Москве смотрел московские курсы, потом геометриум, по-моему, смотрел. И в Екатеринбурге тоже что-то есть подобное. Я уже не помню. Название не помнишь? Не помню, да. Ну, в общем, у тебя целый был ряд, список. Да, да, да. Я примерно прикидывал. Так, ну и по каким параметрам ты ставил галочки подходит, не подходит, подходит, не подходит? Во-первых, срок. Во-вторых, по деньгам. И в-третьих, у меня… Я, наверное, это самое первое даже было. Мне надо было понять, ну, вообще, мое, не мое, интересно мне будет, не интересно мне будет. То есть я не готов был и много платить, но и информации хотел получить достаточно для того, чтобы понять, там, надо мне это или не надо, мое, не мое. Ну, вообще, основываться на что-то. И по вот этим критериям я как понял, что вот школа сурового практика, она подходит больше всего. Горно-геологическая академия там долго. Плюс я еще отзывы спрашивал. Там все равно туда надо идти более-менее подготовленным. Это куда? В академии… ой, господи, архитектурной академии. Нифига, я перепутал. Да, архитектурная академия. Там год и по деньгам там, по-моему, получается и дороже. Не помню сколько. Подожди, это что, единственный параметр, по которому ты выбрал мою школу, что ли, по деньгам лучше? Нет, я же говорю, там по сроку там долго. Потом надо было подготовку какую-то иметь, чтобы в архитектурную академию, значит, идти. Потом в Москве, ну, мне там не понравилось, там не условия, тоже никто. Там обычно записи какие-то идут. Вот. И было очень дешево, там некоторые предложения были очень дешевые, но они тоже безликие как бы были. Ну, просто запись и запись. Вот. И я решил, что это не мой вариант, мне обязательно нужен. Ну, я по себе уже знаю, что обучение там английский язык или что-то другое, там мне необходима обратная связь очень хорошая. То есть общение? Да. Чтобы можно было задать вопрос? Потому что они всегда появляются и мне надо, чтобы всегда человек отвечал на мной поставленный вопрос, там или преподаватель или кто-то еще. Ну, ты это получил? Да, я это получил. Доволен? Да. Ну, не совсем. Да нет, на самом деле, в общем-то, доволен. Я очень удивляюсь, когда вот я сейчас там с девчонками общаюсь, они там. Я общался во время обучения, там в парах, когда работа шла. Вопросы задавались в работе в парах, а на самом занятии не задавались. Я спрашиваю, блин, да почему вы не задаете-то? Иван же вас там сто раз спрашивает, там все ли понятно, не все. О, всем все понятно. А потом появлялись вопросы. И поэтому, ну, наверное, вы прекрасно помните, когда я там просто до судьи старался докопаться. Ну, потому что… Ты самый дотошный студент? Ну, для меня было важно просто разложить все по полочкам, ну, в своей голове. То есть понять, почему этот предмет здесь, почему там он такого цвета, почему он вот именно такой формы, там, почему он располагается здесь, там, не левее, не правее. Так, ну и что сейчас ты по этому поводу можешь сказать? По этому поводу, да я в общем могу сказать, что основа и база, они есть, они в школе суровой практики даются, довольно все понятно. Если есть желание до этого докопаться, то там докопаться можно, то есть, ну, вы все можете объяснить, и сложно ничего там нету, все довольно-таки. Вопрос в желании просто делать? Ну да, просто желание делать и… Работа на самом деле не простая, но мне она далась тяжело, но постоянно надо пробовать, ошибаешься, пробуешь, ну, не получается, потом в итоге получается, ну, там, через какое-то там… Но, тем не менее, ты же второй раз пошел? Да, я второй раз пошел и сейчас еще интереснее проект, не знаю, как, посмотрим, что получится, но там тоже свои… Ну, а зачем ты второй раз пошел? Что-то новое наверняка… Вот в первый раз я наверняка что-то упустил, и во второй раз я думаю… Но это подтверждается сейчас? Да, да, конечно. То есть, действительно что-то упустил, и сейчас по-новому смотришь уже на те же вещи? Да, первый раз ты, получается, получаешь основу, второй раз ты уже на нее как-то не обращаешь внимание, ты уже в нюансы стараешься вникнуть, и эти нюансы, они как бы добавляют, то есть, о них ты вообще, ну, как бы забываешь, там, о процентаже, вот, цвета, да, там, например, в интерьере, там, по, там, насыщенности, по самому цвету, по присутствию и так далее. То есть, вот этих, ну, нюансов их, на самом деле, очень много, их, там, за один раз уяснить, ну, это можно понять, и потом там… Но это к нему все равно, как возвращаешься, это все равно надо вдалкивать… В общем, первый раз ты укрепил некую базу… не укрепил, а ее просто получил. Получил, да. А сейчас ты уже чуть глубже вникаешь в материал. Да, сейчас укрепляешь вот эту базу, и получается, она как бы обрастает уже, ствол обрастает корой, можно так сказать, то есть, получается… Ну, нормально тебе, то есть, это нравится, то есть, там, то есть, ты уже больше проникаешься. Да, да, да. Но ты сказал, что тебе не совсем понравилось, что-то тебе не понравилось, что-то тебя смутило, что не хватило? Или это ты так, для красного словца? Да нет… Ложку дегтя… Да нет, были, наверное… Закинул… Нет, это, скорее всего, когда… Ну, все равно, эмоциональная есть такая, когда не получается, все равно… А, то есть, это у тебя обида, что ли, такая была? Да, не обида, а как правильно сказать? Ну, тут не… Я сейчас не знаю, как это правильно объяснить, но… Давай, тебя смотрят и постарайтесь… Я понимаю, я понимаю, нет, это как будто немножко вот обратной связи вот этой не хватило, но тут я просто понимаю, что, может быть, я что-то неправильно, то есть, доносил, то есть, мне уже тоже надо правильно донести, чтобы мне ответили правильно, все, и поэтому… Ну, не знаю, ну, на второй раз пока там вопросов нет, все понятно, то есть, я так вот отслеживаю, у меня нет такого, чтобы там где-то какая-то была яма… Так, то есть, все понравилось? Ну, второй раз тоже все идет хорошо… Ты первый раз долго докапывался, я помню, ты прямо вот… Да, алгоритм мне… Да, алгоритм… Да, алгоритм… Как придумывать… Да, алгоритм… Так, да, так я и говорю, вроде, так Алексей, так вот же он… Дай мне алгоритм, все… Ну, так в итоге-то ты получил этот алгоритм-то? Да, но я самого, получается, как бы для себя, ну, переработал… Ну-ка, интересно… Вот, если брать… Я еще работал конструктором раньше… Ага, это накладывает свой отпечаток… Он не то, чтобы накладывает, но ты по-другому, то есть, в каждой ситуации, с любой планировкой, с любой там, с любым пространством и так далее, да, то есть, начинаешь работать, отталкиваясь, ну, от чего-то, то есть, есть либо проблемы какие-то, либо там есть уже какая-то там, ну, база, там, стены так стоят и так далее… То есть, алгоритм, он вроде общий, но для какой-то конкретной ситуации, то есть, его надо там, подстраиваться, и вот, вот эти нюансы, как бы, они индивидуальны, они, видимо, в алгоритм не то, чтобы они не вписываются, они вписываются, но надо как-то к этому… Ну, в общем, ты хочешь сказать, что, в целом, есть понятная схема работы, алгоритм есть… Ну, да… Но каждый раз его нужно немножко корректировать, подстраивать под задачу… Да, и это не всегда просто… Ну, конечно, да, не всегда просто… Ну, там… Ну, по крайней мере, у тебя понимание-то сейчас-то уже есть? Сейчас есть, да, то есть… Не было понимания сначала, что нужно… Эти вот точки, от которых отталкиваются, что их надо найти там, выстроить и так далее… Вот я сам уже до этого дошел, может быть, там про это тоже проговаривал, может, я пропустил, но я уже сам как-то понял для себя, что, ага, тут не получится это, потому что вот так… И потом уже пошел алгоритм… А на начальном этапе, когда вот ты этого не знаешь, то… Может быть, я сложно завернул, но вот так вот… А тебя не смущало, что в группе одни девчонки? Да нет, не смущало, я наоборот удивлен почему-то… Почему одни девочки, то есть очень много у нас там архитекторов и вообще знаменитых архитекторов и дизайнеров, ну, мужчин… И… А тут вот вроде идут и интересуются только, ну, девчонки… А как ты думаешь, почему? Твоя есть версия какая-то или тебе все равно в принципе? Да мне почему-то все равно, как-то я не обращал на это внимание, не зациклилась… Онлайн тоже тебя не смущало наше онлайн занятие? Нет, наоборот, я первый раз занимался онлайн, ну, вот такое занятие… Но, видимо, из-за того, что нормальная обратная связь была, то есть можно было всегда обратиться… И еще работа в группе, все равно хоть это в чате было, но все равно постоянно на связи, это помогало скорее… А как ты думаешь, что-то подобное есть, вот подобные курсы с такой богатой обратной связью… Ну, на твой взгляд, ты все равно мониторишь, смотришь, сравниваешь… Я думаю, что они есть, но… Ну, ты встречал? Нет, я не встречал… Ну, то есть… Значит, может и нет? Да… Вот я тоже не встречал просто… Да… Может ты видел… Ну, всегда же человек, который ищет, он немножечко по-другому мониторит рынок, нежели я, например… То есть я, конечно, смотрю конкурентов, смотрю, что они делают, но я же это не так делаю… Другими глазами… Ну, я согласен… Ты же на это смотришь через другую призму… А когда я искал, я не нашел… Через полезность, через кошелек, через много параметров… Поэтому я вот и спрашиваю, почему ты выбрал именно Школу Сурого Практика… Но пока что я добился следующей… Дешевле, по срокам меньше… И обратная связь… А качественный материал, я же сказал, что алгоритм… Нет… Нет? Расскажи… Ну, как… Я же сказал, что мне все понятно стало, ну, например, как делается дизайн, концепция его… Это алгоритм, который дается… То есть… Эти базовые знания… Которые, мне кажется, я бы там… Даже в академии не получил бы или получил бы… И… Без, может быть, обратной связи… Они есть… И… Я считаю, что они достаточно качественные… То есть… По-другому уже смотришь… То есть… Я уже отзывы смотрел… И девчонки об этом говорили… Что действительно ты по-другому смотришь на там… На картинки… На красивые там в интернете… Что это там… Не дизайн… Это просто действительно красивые картинки… А дизайн… Ну, другой совсем… Вот… И ты уже смотришь… На проект… И ты… Блин, понимаешь… Вот так классно… Там… Или на 3D… Визуализацию чью-то… Что это да… Вот действительно… Будет очень здорово смотреться… Или когда ты смотришь и думаешь… Нет… Как бы… Что-то непонятно… Я сегодня утром, кстати, вот смотрел… И… Не понимал, что там вот… Стоит диван… Перед ним столик… Значит… И люстра над столиком… А за диваном там… Чуть левее… Картина… А тут еще какой-то кухонный гарнитур… Ну, от нас стоит… Он вроде бы и современный… И красивый… Но… Он тоже бросается в глаза… И ты не понимаешь, на что смотреть… Вроде и стол бросается… С люстры… С этой… Роди там и диван… И картина… Это почему-то… И все… Начинается… Какое-то непонятное… Просто… Непонятное блуждание там взгляда… По этой картинке… И все… Хотя вроде все красиво… И аккуратно… Но… Эффекта не получается… То есть, ты сейчас говоришь о том… Что ты… Понимаешь законы композиции… Нет… Я об этом не говорил… Может быть я и не понимаю законы композиции… Это надо… Кстати… Вот эти все базовые… Я считаю, что их надо еще… Учиться… Прокачивать… Да… Прокачивать… Нету дело совершенства… Как говорится… То есть, я там далеко… Не вообще… Я считаю… Терриер получился… Который ты сделал… И все его похвалили… И отметили… И я даже его… В инстаграме размещал… И там писали… О, как круто… Какой Алексей молодец… Я сегодня не видела вас смотреть… Спасибо… Но… На самом деле… Это… С подом… И кровью… Ну… Ну да… Но не без труда, конечно… Но некоторые просто… Некоторые просто думают… Что дизайн – это вот… Вот так вот… Сейчас я съем таблетку волшебную… На каких-то курсах мне ее в ротик положу… Уже разжеванную… И у меня все получится… Ведь это не так… Правда? Не так ведь? Вот скажи… Не так ведь это? Нет… Так не получается и не получается… То есть, надо трудиться? Да… И не просто, и не с первого раза там… Да… Это получится я… Это просто коллажи… Ну вот так вот сказать… Но получилось у тебя… У меня получилось…. Но я бы все равно… Я бы кое-что добавил… Я считаю… Не до конца… Все равно… Можно дорабатывать… Но… Я считаю, что – да… Получилось… И… Я не знаю, сколько раз я переделывал… Сколько мебели перебирал… Больше наверное… Там еще… Просто папки, вы не видели… где эта мебель вся у меня собрана, там просто диванов, наверное, 50 и светильников, наверное, там еще больше, то есть просто. Но мы же много тем прошли, мы прошли планировку, мы прошли композицию, мы прошли эскизы, мы прошли чертежи, прошли там ведомость отделки, то есть, ну, в принципе, все то, что делает дизайнер. По идее, у тебя там должен альбом сформироваться по дизайн-проекту, то есть, вот по всем по этим пунктам у тебя как впечатление, то есть, нормально получил ты понимание, как делается дизайн-проект, сможешь ли сейчас сделать? Я думаю, что да, то есть, есть знакомые, которые там обращаются, которые мне помогают, вот, но пока так, скажем, в каких-то легких нюансах и вопросах, то есть, большие проекты не берут, но я считаю, что я могу, да, сделать дизайн-проект. Ну, то есть, это там планировка, очень важная история, да, то есть, с планировкой вообще у меня проблем нету, то есть, так как эргономика, если ты ее знаешь, понимаешь, а о ней можно всегда прочитать, вычитать, то с планировкой проблем не должно быть, ну, тем более, и знание есть, да, как правильно, пространство сделать комфортным, то есть, и какие для этого есть приемы, да, ну, которые на школе суровая практика давались, и следующее, это про цвет, про картинку, ну, вообще про концепцию, про все полностью тоже, ну, я считаю, тут проблем, как бы, нет, и только надо делать. Давай так, в целом, доволен обучением? Да, очень. Не жалеешь потраченных денег? Вообще, я не думал ни разу о них. Это прекрасно, то есть, может быть, и поднять стоит? Ну, это, может быть, я не знаю, но я на самом деле ни разу, ну, не задумался, то есть, я считаю, что вложенных денег, ну, это того стоит. А купил с лихвой? Ну, не окупил, но то, что вложил в себя знания, и то, что я вижу результат, результат есть, но не только потому, что я, там, вот что-то сделал, то, что я еще могу анализировать, хорошая эта работа, там, ну, чужая, может, я не имею права это делать, я, там, вижу, что это мне нравится или не нравится, и почему это мне не нравится, то есть, для меня еще важно было вопрос. Обоснование. Да, почему? Вот так вот. То есть, я, как бы, сейчас это вижу и понимаю, то есть, я считаю, это стоит того. Последний вопрос, тот, кто смотрит этот отзыв, ему, а может быть, знакомому, с которым ты встретишься, будешь ли ты рекомендовать, если да, то что скажешь? Я буду рекомендовать, если, если от человека, ну, поступит запрос, вопрос, да, то я буду рекомендовать, что скажу, да, что… Ну, мы оставим, оставим здесь под видео ссылочку, да, на твой инстаграм, так что тебе могут написать напрямую. А, ну, в скайпе сюда, я не против. Я, кстати, еще общался с товарищем, который, он, по-моему, с Самары, я не помню, правда, его имя, да, тоже парень был у вас на курсах, вот, и я с ним предварительно общался, и еще с одной девочкой я уже тоже не помню. А, то есть, ты все-таки так серьезно подошел? Я, конечно, да, то есть, я спросил, и отзывы были положительные, то есть, я еще поэтому, то есть, пошел. Так, ну, хорошо, что ты скажешь? Ну, я скажу, что если вам необходима база, если вы хотите делать концептуальный дизайн, или хотя бы понимать, как делать дизайн, значит, о чем он, я буду рекомендовать студию Градис и школу здорового практики. Алексей очень скромно говорит, а на самом деле он просто, наверное, стесняется, но вообще он очень дотошный товарищ, и, наверное, год все-таки мы с ним общались, прежде чем он пришел учиться в школу, ну, где-то так. Ну, наверное, да. Да, причем общались дотошно, дотошные вопросы, поэтому я думаю, что если вы собираетесь, вам стоит перейти по ссылке, написать Алексею и пообщаться в частном порядке, потому что, ну, это самый долгий выбор вообще в моей практике. Да, ладно. Может быть, я чего-то не знаю, но пока то, что я знаю, и сколько времени мы с тобой общались, и сколько времени ты готовился, собирал информацию, ты самый дотошный парень. Ну, это неплохо. Буду считать это комплиментом. Ладно. Сертификат дарю тебе. Вот такой. Спасибо. Поздравляю тебя с успешным прохождением моей школы. Субтитры сделал DimaTorzok И желаю тебе дальнейшего роста и не останавливаться на достигнутом. Спасибо. Но, зная Алексея, он не остановится. Вот он уже второй раз приперся учиться и опять мучает меня на курсах. Держи, поздравляю. Спасибо большое. Аплодисменты. И вам успехов. И хороших вам и талантливых учеников.